Коллеги, приветствую вас на вебинаре, посвященном современным информационным технологиям, которые внедряются в медицину. Здесь собрались врачи, разработчики, для того, чтобы определить важность этих технологий для пациентов, врачей, фарминдустрии, практического здравоохранения и медицинской науки. Чтобы было интересно, полезно и всесторонне, собрались спикеры фактически из всех специальностей важных. У нас подготовлены вопросы, насыщенная программа и, в общем-то, можно начинать. Первый в программе у нас Дмитрий Плахов. Дим, расскажи немножко сначала про себя вкратце, про твое проникновение в блокчейн. Почему ты в блокчейне считаешься самым таким выдающимся экспертом, по меньшей мере для нас? Добрый день. Действительно, начну с начала, с исторических событий, когда в России пришла волна хайпа, связанная с развитием криптовалют, блокчейна и трейдинга. Соответственно, я как разработчик принял решение, что мы не должны оставаться в стороне, то есть сообщество разработчиков, тех же самых технологий, которые обсуждаются. И вынужден был собрать в противодействии профанации и, собственно, вот такой неоправданному хайпу собрать сообщество блокчейн-разработчиков, которая и поддерживала, скажем так, наверное, волну образования в этой сфере сначала, да, и обеспечивала площадку для общения, для общения вот именно технических специалистов. Это позволило нам отвлечь внимание людей, которые были не сведущи в технологии, на наши мероприятия, наши курсы, чтобы они могли подчеркнуть какую-то суть, да, какие-то важные моменты из первых рук, из рук разработчиков. Соответственно, собрав такое сообщество, я, естественно, стал сотрудничать с различными компаниями, которые так или иначе приглашали нас к взаимодействию. Да, так. Соответственно, пожалуйста, из тебя, пожалуйста, ответ, что такое блокчейн. Сейчас нам расскажут об этом. Костя Захаров, с точки зрения врача, что такое блокчейн, да, потому что по большому счету, Костя, ты врач. Да, действительно, врач. И вот на волне всего этого хайпа получилось, что врач стал заниматься информатизацией и причем-то выбрал достаточно узкий сегмент. Скажи, пожалуйста, почему врачи, да, вот на фоне этого хайпа начали задумываться о каких-то информационных продуктах? Ну, действительно, это так. Но дело в том, что любые какие-то современные вещи, наиболее прорывные технологии, они появляются сейчас на стыке одних областей знаний с другими областями знаний. В данном случае медицина с информационными технологиями. То есть именно поэтому сам хайп, как таковое, это очень положительная вещь, потому что в этой ситуации о каких-то таких новых прорывных интересных технологиях узнают люди, которые чисто теоретически могли о них никогда не узнать. То есть, естественно, тот же самый блокчейн, распределенные реестры, подобные вещи, они могли навсегда остаться на уровне программистов, разработчиков и так далее. И никогда мы с вами там никогда об этом ничего не услышали. А мы услышали из-за хайпа, да, и поэтому стали задумываться, каким образом мы эту технологию или другие информационные технологии применить в области медицины и в области клинических исследований. Почему медицина? Ну, почему медицина? Потому что очень просто, да. Мы в последнее время пользуемся значительным количеством методов обследования и так далее, которые изначально генерируют данные, представленные в электронном виде. Естественно, возникает мысль о том, каким-то образом эти данные переработать, обработать, интерпретировать. Я знаю, что следующая тема будет как раз по поводу интерпретации данных, полученной таким способом. И, конечно же, так происходит. Мы пользуемся медицинскими информационными системами, мы пользуемся лабораторными информационными системами и так далее. А в области клинических исследований, несмотря на то, что электронных систем достаточно много, они все работают на уровне разработчиков лекарственных средств, они работают на уровне организаций, которые проводят клинические исследования. А вот именно в исследовательских центрах, в медицинских учреждениях таких возможностей не очень много, и программных продуктов не так много. И поэтому возникла, соответственно, идея о том, что неплохо было применить эту технологию в области клинических исследований. Почему еще в области клинических исследований? Потому что клинические исследования предлагают, как-то требуют, представляют, требуют особое внимание к качеству данных, к их целостности, неизменности и так далее. То есть это очень серьезная вещь. И поэтому возникла идея некий проект создать в области клинических исследований с использованием технологии блокчейна. Я о нем сейчас немножко расскажу, но есть такое небольшое видео, которое в принципе... Которое пару лет назад. Пару лет назад, да. В самом начале, наверное, это была какая-то идея, что будет... Клинические исследования – это получение данных по безопасности и эффективности лекарственных препаратов. В этом процессе задействовано большое количество организаций, которым необходимо непрерывно обмениваться информацией в большом объеме. Важными критериями являются ее защищенность и достоверность. В огромном потоке информации блокчейн позволяет выйти на качественно новый уровень работы с этими жизненно необходимыми данными. Данные технологии обеспечивают надежное хранение неизменных данных с возможностью обращения к ним в любое время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А почему для клинических исследований? Потому что вот в этом видео такой избыточный перечень того, что, как нам казалось, может быть полезным. Из технологии блокчейн можно внедрить в клинические исследования. Расскажи, как вот в итоге ты пришли к тому, что из тех 25 пунктов осталось что? И вот про проекты расскажи, презентация у тебя готова. Действительно, да. И правда, хотелось объять сразу необъятное, но потом было понятно, что трудовые затраты, они очень высоки, да, ну и, соответственно, денежные затраты очень высоки. Поэтому мы решили в конкретном проекте, информационном проекте на основе блокчейн решить одну конкретную проблему. Вот о ней я сейчас расскажу и расскажу о системе, о том, как ее можно применять, на самом деле, не только в той проблеме, которую я сейчас озвучу. Костя, еще тогда у нас, где Дима, пока там коннектится все-таки, да? Там вкратце, если про блокчейн... Да, я буду вам рассказывать, там, на самом деле, я расскажу, что такое блокчейн, вот, как я это понимаю, я врач, и там, возможно, будут какие-то технологические ошибки в этой области, возможно. Но в целом, это будет как раз именно блокчейн. Вот так называется, да, система учета участников клинических исследований, вот так называется. Ну, вот на графике, на этом слайде представлено количество участников, субъектов, участников клинических исследований биоэквивалентности, то есть, в основном свои здоровые субъекты, вот, там растет, уменьшается. В любом случае, у нас, например, в клинике в 2018 году было порядка 700 человек участвовало именно здоровых добровольцев в таких проектах. В этом году, я уверен, что больше тысячи, да, потому что в течение времени проекты усложняются, они становятся более сложными, большее количество людей участвует в таких исследованиях. Ну вот, и, соответственно, хочу сказать, что определенные требования предъявляются к этим субъектам, так называемым субъектным исследованиям, здоровым добровольцам. Они не должны участвовать в клинических исследованиях чаще, чем три раза в три месяца. Это обусловлено межлекарственными взаимодействиями, это обусловлено тем, что могут повлиять на фармакинетику препарата, на безопасность препарата и так далее. То есть это очень чрезвычайно важная история. Но, естественно, все исследовательские центры, которые занимаются такими исследованиями, они имеют базу данных, да, и в этих базах данных содержится информация о тех людях, которые участвовали в этих исследованиях. Но участвовали только в этом центре. Поэтому, я вам скажу честно, это не редкая ситуация, когда выявляются эти отклонения, когда выявляются люди, которые, например, там, не знаю, там, две недели назад участвовали в клинических исследованиях в другом исследовательском центре. Для нас это просто сделать, потому что мы знаем всех участников рынка, и мы, естественно, друг с другом взаимодействуем. И вот, соответственно, появилась идея о том, что необходимо сделать некую систему, которая могла бы быть общей для любого исследовательского центра, которая могла бы делиться информацией о том, участвовал ли человек в клиническом исследовании или нет. На самом деле, эта вещь интересна не только для исследовательских центров, она может быть интересна как для страховых компаний, для регулятора, она может быть интересна для организаторов клинических исследований, она может быть интересна в целом для сообщества. Ну вот, о чем мы сразу задумались, о чем мы придумали. То есть мы, вот если кто взглянет на этот слайд, и те, кто занимается клиническими исследованиями, они легко могут увидеть здесь именно то, что здесь надо увидеть. Это 33-значный код, которым мы кодируем любого участника клинических исследований по требованию российского законодательства о страховании участников клинических исследований. Мы немного модифицировали последовательность цифр, то есть мы увидели, что в принципе здесь можно разделить и увидеть три блока. Первый блок – это универсальный идентификатор исследований. Все мы знаем, что в Российской Федерации каждому клиническому исследованию вы даете так называемый номер РКИ, он состоит из трех знаков. Ну, к сожалению, из трех знаков, потому что трех знаков хватает для того, чтобы описать все клинические исследования в России за год. Было бы желательно, чтобы там было хотя бы четыре знака, но мы к этому и стремимся. Ради этого, кстати, проекты существуют. Существуют даты клинического исследования. В целом, вот эта последовательность цифр, она описывает любое клиническое исследование, которое было разрешено в Российской Федерации. Следующая группа – это идентификатор, собственно говоря, центра и организации. Это номер центра по соответствии с разрешением клинического исследования. Это не так, на самом деле, для нас это важно. И номер аккредитации центра. Мы все знаем, что каждый центр, который проводит клинические исследования в России, имеет аккредитацию. И эта аккредитация имеет четырехначную нумерацию. При помощи этого мы идентифицируем любой исследовательский центр. А дальше идет идентификация, собственно говоря, человека. Помним, что, например, в страховых полисах мы используем всего три знака, соответственно, фамилии, имя и отчества человека и даты его рождения. Но мы добавили еще хэш-сумму от всех этих трех значений для того, чтобы совершенно точно идентифицировать конкретного человека. Ну, скрининговый номер здесь применяется только для требований страховых компаний, потому что эта система может быть конкретно использована для страховыми компаниями как большой простой способ собирания из центров информации о застрахованных субъектах. Ну и, конечно же, самое последнее, что там в этом ряду данных есть, это события. То есть первое мы сначала описали некого субъекта в определенном центре, в определенном клиническом исследовании, и с ним произошло определенное событие. Событие какое может быть? Ну, любое, в принципе, вот здесь, пожалуйста, enrollment, inclusion, discontinuation, включение в исследовании, не исключение из исследования. На самом деле, два этих самых факта, включение в протокол и исключение из клинического исследования, это самые важные события. Ну и дата события. Итак, к чему все это дело приводит? Это приводит к тому, что у нас формируются вот такие записи, вот представьте себе просто, не знаю, лист А4, в котором идет вот первая запись, вторая запись и так далее. То есть произошло в рамках клинического исследования вот этого, произошло в таком-то исследовательском центре. И события, вот это событие, вот это в такое-то время, конкретно с конкретным субъектом исследования. Ну, соответственно, это записывается в таким вот способом, да, то есть одна линия, вторая линия, третья линия, четвертый субъект, пятый субъект, шестой субъект, это все в одном, в единой базе, да. И в конце, соответственно, на определенном промежутке времени, скажем так, в конце дня, этот блок закрывается. Это, собственно говоря, блок, да. И его последовательность, этих данных, которые в нем указаны, они хешируются, да. И, соответственно, этот хэш-сумма этих данных, она уходит в заголовок блока вместе с хэш-суммой предыдущего блока. Что такое хэш-сумма, да, вот мы иногда вот говорим, постоянно хэш-сумма, но я уверен, что многие там про чиновники не знают. Очень простой пример. Хэш-сумма это такая функция математическая, которая в одну сторону считается легко, а в обратную сторону считается очень тяжело, да. Вот пример, смотрите, давайте посчитаем хэш-сумму сегодняшнего года, которым мы живем, 2019 год, да. Вот есть такой способ, смотрите, мы берем двойку, объединим с нулем, 2 плюс 0 равно 2, да. 1 плюс 9 сколько равно? Ну, хорошо, 2 плюс 0, 2, 2 плюс 1, 3, 3 плюс 9 сколько? 12, да, 12, да. А 12 это 1 и 2, 1 плюс 2 равно 2, да. То есть понимаете, что хэш-сумма, ну такой функции очень простой, это упрощенная история, хэш-сумма года 2019 равно 2, да. Из двойки превратить 2019 практически невозможно. Видите, вот это одна из функций хэш-суммы, когда мы в одну сторону считаем легко, а в обратную сторону считаем очень тяжело. То есть здесь, естественно, применяются совершенно другие алгоритмы, но по сути они тоже самые. Все вот эти данные, которые представлены вот этим специальным алгоритмом, специальной функцией обрабатываются и превращаются в определенную последовательность. Хэш-сумму данной записи. Это вот немного, кстати, об том блокчейне, да. Ну и, соответственно, мы видим, вот мы помним, да, что вот только что мы показали, это вот этот блок, да, первоначальный был. Вот это уже второй блок, это третий блок. Соответственно, сумма предыдущего, заголовок предыдущего блока входит, грубо говоря, в заголовок следующего блока. Именно поэтому изменения данных здесь автоматически могут изменить данные везде, заголовки. Именно поэтому блокчейн и обладает этим свойством, да, то есть он невозможно изменить, ну, возможно изменить, невозможно. Тебя можно перебивать? Конечно, можно перебивать, да, я же спрошил 2 плюс 0 там. Да, это надо отомстить тебе как-то за это. Вот, а ты можешь обратно отмотать? Могу. Вот предыдущий слайд. Антон, ну ты доктор, тебе понятно в этом слайде все? Я сейчас, конечно, с интересом слушаю. У нас есть уникальные возможности. Помните, мы полисы заполняем, правильно? Вот если, как бы, да, если клинические исследования участвуем, да, мы заполняем вот эти полисы, да. И в этом полисе в каждой бумажке, которую мы выдаем пациенту, содержится вот примерно похожее. Я тут так не точно рисовал, да, но примерно такая, знаете, ну, это, грубо говоря, экселевская табличка, представьте себе. Ну, то есть, правильно я понимаю, что, сейчас, правильно я понимаю, то есть, есть какое-то определенное событие, вы его как-то шифруете. Шифруем, да. Оно шифруется определенным образом по какому-то там алгоритму. И потом вы его датируете, это событие. Да, совершенно верно, да. Но, ну, чтобы, просто, да, вот это, ты у нас, видишь, из-за того, что Димы нету, и он не объяснил, вот после вот этого шифрования вы там превратили, ну, получили хэш, да, вот условно, ты объяснил, что такое хэш. А потом вот этот вот, так зачем все это шифровать вообще? Ну, то есть, при получении все-таки надо именно рассказать, что вот этот распределенный реестр, что вот это вот все события, которые происходят. Ооо, какие сложные образцы. Да, просто, ну, к сожалению, тебе придется с этим справиться. Как там, 2 плюс 1 ты говорил? Ну, вот, знаете. Ну, я про распределенный реестр, конечно, ну, в принципе, расскажу, да, вот по большому счету, что вот здесь, это и есть реестр, да, то есть, в принципе, это, вы видите, это реестр, ну, записи, да. Ну, это, это имеется в виду, что это ты формируешь записи. Да, я формирую эти записи, но, смотрите, это реально вот выглядит вот точно так же, как выглядит вот здесь на слайде, вот точно так же. Запись о событии, видите, inclusion, да, видите, здесь включение. Хорошо, и продатировали, захэшировали и отправили. Да, и все это дело, все это дело у нас, соответственно, пишется, пишется в течение дня, представим себе, в течение дня, мы в течение дня записали, после этого блок закрыли, да, день закрыли, условно, сохранили этот файл, условно, превращали. Да, хэш сумму почитали, да, этого файла и отправили его, соответственно, в заголовок, вот, видите, вот это хэш сумма. отправили куда-то хранится ну простыми словами хранится конечно правильно за смотреть он хранится на одном сервере на втором сервере настоящий момент открытия на двух серверах да вот технически если на понятно давай тогда на примере пришел пациент мы его включили в исследование об этом отправили запись и вот она хранится на как приезжает потом аудит какой-то да и выявляет что этого пациента включили не вовремя там да есть аудитору кажется что это не вовремя включили ты доказываешь ему при помощи хэша там да там или там этой системы доказывать что все было сутки по большому счету трекер на самом деле а если ты захочешь исправить данные да пожалуйста можно просто идентификатор события будет не инклюжен а типа change или например или например удаление записи такого-то числа то есть мы принципе можем мы не удаление это как сказать это там ничего дарить нельзя вот это просто будет запись что запись 100 например неверное читайте следующую запись верную нет я просто к чему это вопрос дает за такой вопрос что если ты событий какой-то сохранил да ты вот эту запись уже удалить ну конечно не можно да естественно не может именно потому что мы делаем прошу прощения мы делаем хэш сумму да вот мы пересчитываем вот эти все данные вот эти все данные да и мы формируем вот эту вот эту часть запись заголовки был блока а у предыдущего блока тоже есть заголовок он вместе с ними вместе делает заголовок вот этого блока, и видно,nimаете, что если мы вдруг какие-то данные изменим вот здесь, понимаете, данные в этом блоке, изменим,то хэш-сумма данных изменится, TikVQ, и соответственно заголовок изменится, если этот заголовок изменится, естественно, изменится и этот заголовок, потому что он входит сюда. Что ты назовешь заголовок? Заголовок, это по-большому, грубо говоря, объясните, это две хэш-суммы. Да, одна хэш-сумма предыдущего блока, и хэш-сумма этого блока. Там на усиленности технически всё не очень так, но приблизительно так. — Мне это понятно, Антон. — Мне непонятно тогда. Я сейчас вник и понял, что такое хэш-сумма, а в итоге, если данные какие-то меняются в одной хэш-сумме, то эта запись дает какое-то изменение информации на следующий. — А как тогда с этим быть? Мы же все-таки имеем дело с человеком. Человек — это система непостоянная. — Да, это система ограничивает эти возможности. Представьте себе, что человек, который меняет что-либо здесь, он злоумышленник. Это он делает неправильно. И поэтому эта система ограничивает таких людей, которые захотят. — Вопрос, Антон, я буду переводчиком. В общем, Антон задает следующий вопрос. Если ты исправляешь здесь, то, значит, исправляется во всей цепочке, и, значит, это видно. — Однозначно совершенно. — То есть, с точки зрения тебя, как исследователя, ты внес какие-то параметры пациента, например, гемоглобин, к примеру, в блокчейн. Вдруг там типа по ошибке, то есть мы не говорим про злоумышленник, люди совершают ошибки, да. По ошибочной внесены не те данные, потом ты нашел, что это неправильно данные внесены, исправил через пару дней, но зато все там будут до конца существования вселенной знать, что Антон Андреевич неправильно ввел данные. — И все, и это будет как бы факт. Зато если правильно ввел данные, то же до конца вселенной там будут эти данные... — То есть, технически, абсолютно точно, технически система предразумевает не изменение данных, а внесение новых данных, всегда новых данных, новых данных. То есть так она работает. Вот именно из-за этого. Ну вот я картинку тогда тоже всегда показывал, с чего это начиналось. Вот видно, что мы на бумажке все это дело рисовали разноцветными ручками, это очень удобно. Ну и, соответственно, система, да, вот ее функционал я сейчас опишу. Что тут происходит? Это такие тестовые записи, не обращайте внимания особенно. Вот я захотел добавить запись, да, то есть я хотел бы узнать вот конкретно в данной ситуации. Захаров Константин Анатольевич, вот рожденный тогда-то, да, имеющий такой номер с НИЛС, участвовали в клиническом исследовании. То есть я вот себя пытаюсь скринировать как здорового добровольца, да, как здорового добровольца в клиническом исследовании биоэквивалентности. Вот я смотрю, нажимаю и жму поиск записей. Записи не найдены, видите, написано, да, записи не найдены. Да, то есть Захаров не участвовал в клиническом исследовании. Прекрасно. Подожди, стой, стой, подожди, давай. Тогда вот сразу конкретно по слайдам, у нас, ну, тут, 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 то есть вот этот запрос ты сделаешь из интерфейса какого-то сайта. Да, это интерфейс, да, совершенно верно. Дальше, соответственно, вот этот сайт превратил этот запрос в хэш. Да, совершенно верно. Подожди, подожди, да. И дальше идет запрос не Константин, да, а именно вот эта вот какая-то абракадабра цифр там и знаков обращается к этому огромному какому-то... Совершенно верно. ...цепочке всех этих последователей. Система, несмотря на то, что мы делаем запись, запрашиваем ЗКА, там, фамилия, имя, отчество, дата рождения, система не хранит эти вещи. То есть система, когда мы делаем запись, чуть попозже покажу, да, ну, как мы технически это делаем. Мы записали ЗКА, там, 1306-1980, номер снился. После этого происходит хеширование этой информации и в блок попадает вовсе не дата рождения, и не инициалы, и не снился, а попадает хэш-сумма от этой записи. Это говорит о том, что, на самом деле, система не хранит никаких персональных данных вообще, да. То есть мы из этой записи в блокчейне, вот в этой базе, мы не можем выудить фамилии, имя, отчество. Работает с тем по-другому. Когда мы это дело запрашиваем, она формирует хэш-сумму и сравнивает наличие такой хэш-суммы в записях вот в этом распределенном реестре. Понимаете, да? Она потом выдает, вы же сами говорили, что хэш-сумму назад отсчитать тяжело. Нельзя, она это не делает. Ну, то есть она захэшировала, да, а потом, когда во второй раз заходите, как она данные-то находит? Да, хэш-сумма всегда одна. У одних этих же данных хэш-сумма идентичная. То есть вот эти действия, которые на слайде представлены, да, то есть вот это эта фамилия, имя, мечта, дата рождения, и так далее, у нее хэш-сумма всегда одна. Мы ее один раз записали, когда-то, она попала в блок, что этот человек участвовал в клиническом исследовании, да. Второй раз, когда мы делаем такой же запрос, система снова через такую же самую функцию формирует хэш-сумму и просто по базе данных проверяет, находит, есть ли она или нет ее. И когда она ее нашла? Находит, он говорит, что да, этот человек участвовал тогда-то. А если это однофамилица, год один тот же? Совершенно верно. Поиск осуществляется только по трём пунктам. По всем трём пунктам. Фамилии, имя вещества, инициалы имеются в виду, дата рождения и номер СНИЛС. СНИЛС вообще это абсолютно индивидуальный номер в стране, поэтому сложно. А сделано так специально, для того, чтобы ни один какой-нибудь бот, который в эту систему войдёт, не выводит весь список участников клинических исследований. Запрос требуется все три позиции. Так, хватит. Ты сейчас словом бот можешь что-то вообще затянуть. И так, получается, что в целом ты вначале нам объяснил, как формируются события. Вы события шифруете, к этому событию какой-то порядок, время, да, например. И отправляете это в хранилище, в то хранилище, которое совершенно невозможно никак вскрыть, никак исправить незаметно. Невозможно. Но при этом вот это хранилище не содержит никаких персональных данных. Не содержит кое-что суммы, их невозможно интерпретировать. Да, не содержит ничего того, что может каким-то образом навредить человеку, который вносит эти данные, или человеку, о котором эти данные. Потом вот есть уже такой интерфейс, где можно внести какие-то параметры по пациенту, обратиться через вот эту, то есть вот эти параметры пациента, они превращаются в вот эту немыслимую абракадабру, которую ты называешь. В хэш такой по-английски называется хэш, да, то есть в абракадабру, да, это так и переводится. Да, это же всегда упрощает. Вот это абракадабра, ты по абракадабре сопоставляешь, абракадабру сопоставляешь с этим со списком абракадабр. И потом ты, соответственно, если эта абракадабра в огромном списке нет, то ты тогда получаешь... Записи не найдены, мы видим эту надпись, которая вот здесь на слайде представлена. Более-менее понятно? Понятно, единственное, что я сейчас вот опять слышу, мне это, конечно, очень интересно. А дальше эти данные хранятся на каком-то сервере. Ну, они могут храниться на одном сервере, но, конечно, они должны храниться на... Этот же блокчейн, он сам как бы копируется на любом компьютере, который используется в этой системе. Ну, смотрите, вот сейчас два сервера стоят. Ни на одном, отвечай, коротко, ни на одном, вообще не в новой сервере сети. То есть, это по большому счету везде стоят эти компьютеры. Просто дело в том, что это же не криптовалюта, понимаете? То есть, грубо говоря, их может... Так, криптовалюту тоже сейчас затянешь. Нет, нет, нет. Давай конкретно, у нас тут тайминг. Не на одном компьютере. Если компьютер сломается, соответственно, на другом компьютере будет точная копия этой базы данных. Это, конечно, так и есть. Вот, ну вот, записи не найдены, мы видим, да, что вот записи не найдены. Соответственно, делаем дальше, да. Ну, я же хочу все-таки скринировать этого товарища. Вот я ввожу эти данные и нажму кнопку «Сохранить запись». Да, то есть, все, запись сохранена. Вот, и после этого вот я появляюсь, соответственно, в реестре. Видно, что вот она появилась, эта запись. Ну, а, соответственно, потом... То есть, вот в списке абракадабра ты отправляешь вот эту запись, и все, и вот она там повисла. Да, и она там повисла, да, совершенно верно. Как выглядит у тебя есть, как выглядит эта абракадабра? Помнишь, в этом прототипе у нас же есть такая история? Слушайте, ну, я, на самом деле, удалил здесь эту слайду, просто удалил. Это просто набор букв латинских, да, и цифр. Вот как выглядит эта запись. Ну, ладно, мы обязательно к видео, да, которое сохранится на канале МИДС-ОНКОЛОГИИ Мини-Петрова. Ссылку, слайды, да, и вот эта абракадабра там, да, которая образуется, чтобы было понимание, насколько действительно сложно. То есть, это не только двое, а сколько там знаков? 30 или 40? Да, нет, там очень много знаков, достаточно много там, да. Ну, ладно, двигаемся дальше. Ну, вот, соответственно, раз я снова проверяю такого же товарища, вот здесь, ну, это прототип немножко был, неважно, да, но, грубо говоря, мы видим, что есть совпадение. То есть, я сразу это сделал после внесения себя в реестр, я сразу же проверил, вот, оказывается, что вот этот товарищ, на самом деле, 5 октября был внесен. Ну, соответственно, он не подходит к клиническому исследованию. Вот, ну, тут... Вот это нам понятно, да, последний. Да, спасибо, это понятно. Ну, вот, вообще, в принципе, вот мы тут описали, и Артем правильно сказал вначале, что у нас мысль-то была побольше что-то сделать, да, такое более гломальное, а сделали такую достаточно, вроде бы, систему только для добровольцев. На самом деле, это не так, да, то есть, в эту систему можно записывать данные не только добровольцев, но и о пациентах, которые участвуют в клинических исследованиях. И я честно могу сказать, что если бы такая система работала в большинстве исследовательских центрах в России, да, то это было бы просто великолепно и просто вообще мечта. Почему, да? Ну, для страховых компаний, я тут упоминал, очень удобно, да, мы видим реестры застрахованных лиц, это очень замечательно. Для регулятора это просто супер, потому что используется система, которая в онлайн-режиме показывает набор пациентов в клиническое исследование, да, то есть, сколько набралось, например, в Владивостоке, по нозологии, онкологии, да, понимаете, вот сегодня, вчера, позавчера, да, для организаторов клинических исследований это прекрасная вещь для того, чтобы анализировать данные, вот эти возможности проведения исследований. Мы всегда говорим feasibility, feasibility, заполняем какие-то опросники и так далее, да, вот здесь одной кнопкой можно понять, какие пациенты, пациенты, там, не знаю, с немелкокреченным раком легкого, в каких центрах набираются в России. То есть, в принципе, использование его в течение, там, не знаю, там, года, двух-трех уже даст прекрасный совершенно инструмент, да, для планирования клинических исследований, в том числе для его проведения. Вот я к чему хотел сказать, поэтому желательно, чтобы, конечно, таким проектом бы присоединялись и другие, ну, вообще другие исследовательские центры и так далее. Тем более, что мы вот описали эту систему, ведь не обязательно ее пользоваться, да, есть описание самого блокчейна, самой базы данных, да, то есть, если вам не нравится эта система, можете разработать свою, подходы везде одинаковые, да, то есть, вот и все. Тебе сложно, Костя, потому что нас, Дима, не вел, по дизайну нашего вебинара было как, ну, как в книжке, да. Сейчас Дима скажет, что это неправильно сказалось, неправильно блокчейн. Сначала идет какая-то водная часть, а Дима пропал, и у нас вот пока ты соединялся, мы, если честно, заподозрили неладное, что, как это, почему разработчик вдруг не может следиться с вебинаром. Скажи, ты специально скрываешь какую-то информацию от нас или нет? Тебя слышно сейчас? Да, мне сейчас слышно, как слышно меня. Отлично, наконец-то. Вот, ура. Ура. Да, были какие-то помехи, почему-то не работал у нас Wi-Fi, ну, не знаю, вероятно, это с какими-то погодными условиями связано, но тут у нас какой-то шторм. Для тех, кто не в курсе, я сообщу, что я сейчас соединяюсь из Точи. Нахожусь я в эпицентре, можно сказать, разработки блокчейн российского, могу даже продемонстрировать зал, которым сейчас именно такими разработками занимаются сотрудники. Вот, и могу сказать, что по теме, да, нашего вебинара, что, что же осталось после хайпа? После хайпа осталась именно уже такая достаточно проработанная, проработанный алгоритм разработки, разработки, в первую очередь, не для частных лиц, да, каких-то предложений, не для частных лиц решений. А, в первую очередь, для российских корпораций. Вот мы, например, сейчас создаем продукт, который внедряется уже в этом миг, он выйдет промышленная эксплуатация в российских железных дорогах. То есть мы занимаемся тем, что на блокчейне ведем реестр, ну, совершенно различных данных, в первую очередь, связанных с эксплуатацией тех или иных комплектующих подвижного состава. Дим, Дим, извини, пожалуйста, да, я вынужден тебя все-таки ограничить по времени, да, у нас есть определенный тайминг. Давай мы с тобой пройдемся все-таки по самым основным моментам, только в преломлении. Я знаю, что вот фактически ты участвуешь в единственном, правильно я говорю, да, в единственном проекте на территории России, который внедрен и дает какие-то свои результаты. Это так, да, или есть еще другие проекты какие-то? Скажем так, анонсов о том, что идутся разработки достаточно много. И банки, и технологические компании, и вот такие компании, как перевозчики, фактировщики, они зачастую сообщают о том, что они где-то у себя в лабораториях дают какие-то решения. Но я, как человек, который следит за этими событиями, участвует в различных мероприятиях, я ни разу не слышал о том, чтобы эта технология или какое-то решение на e-базе вышло в промышленную эксплуатацию. Ага, то есть получается, а в медицине, а в медицине, что-то ты, ну вот кроме проекта, который вот разрабатывали, ты нам тоже, между прочим, помогал разрабатывать этот проект. Еще какие-то проекты есть, которые на них свернулись, которые, или которые уже в практике работают? Я очень часто получал обращения, просьбы о помощи, скажем так, проектам, которые планировали, что есть такой трекинг выпуска лекарств для ставки на, собственно, места их продаж, да, пытались, наверное, как-то внедриться в телемедицину в том числе, да, чтобы хранить какие-то данные в распределенном реестре у техленных пациентов и так далее. Но, к сожалению, вот, вероятно, сам дизайн вот этих проектов, да, или идея, которая вложилась в их основу, она оказывалась нежизнеспособной. То есть я не видел, чтобы какой-либо из этих проектов дошел до какой-то стадии, ну, хотя бы опытной эксплуатации. А скажи, пожалуйста, но блокчейн-то это по большому счету какой-то язык программирования все-таки, да? Вот все проекты, которые, да, так вот, там, не знаю, популяризировались для разработки, для внедрения, их же можно было, наверное, разработать и без блокчейна. Вот, например, Костя рассказывал сейчас про базу здоровых добровольцев. Можно было это сделать и без блокчейна, просто при помощи, ну, не знаю, традиционных каких-то инструментов, которые уже везде внедрены и используются. Ну, как-то вот это, да. Почему именно про блокчейн стали так говорить? В чем преимущество блокчейна по сравнению с какой-то другой системой? И, может быть, она слишком сложна, и поэтому ничего не реализовывается? Потому что регулярно выходят там какие-то интересные, полезные продукты, там, ну, там, не знаю, медицинские информационные системы всякие создаются. Потом есть маркирование, маркировка лекарственных препаратов, она уже вообще по большому счету разработана и будет работать в нашей стороне. Там никакого блокчейна нет, но, тем не менее, те задачи и цели, которые ставятся, они будут достигнуты. Это контроль оборота лекарственных препаратов. Почему вообще в блокчейне-то? Может быть, там, ну, это действительно такая какая-то история, которая не очень-то и жизнеспособная была? Она достаточно жизнеспособна, просто она родилась как публичная, публичный распределенный рекорд данных, доступный всем участникам. Все участники такой сети должны быть равноправны и должны иметь равные возможности и равные права на получение информации о транзакциях этой сети, о этих событиях этой сети. Чуть позже возникла версия приватного блокчейна, это определенный реестр между организациями или участниками, которые заранее заявили о своем участии и имеют в этой сети определенную роль. То есть, роли в такой сети могут привлечаться. Извини, пожалуйста, а публично это имеется в виду, что у каждого человека, у которого есть компьютер, может храниться какая-то копия блокчейна? Ты про это говоришь, да? Что, то есть, я могу на домашнем компьютере скачать информационную систему RGD, ну, например, да, вот ты там работаешь, и буду знать, насколько вы там правильно выполняете свою работу. Или, там, не знаю, вот система по здоровым добровольцам, это так, да? А если закрытый блокчейн, то это значит, ты там договорился со своими какими-то друзьями, и вы между собой обмениваете информацию. То есть, это тоже закрытый участок? Не должно быть действительно данные коммерческие тайны, да, там, или какой-то банковские, или какой-то директный тайны. Это данные, которые могут передаваться участники по закрытой сети, организованной между этими предприятиями, и в каком-то взаимодействии эти предприятия друг другу доверяют. Вот, например, в нашем случае, в России есть довольно большое количество предприятий, которые так или иначе эксплуатируют, или ремонтируют, или выпускают комплектующие подвижного состава. Они должны в какой-то части друг другу доверять. Почему? Потому что, если этого не будет, появится контрафакт, появятся препятствия для распространения информации о поломках, авариях, ремонтах и прочем. Это ударяет, конечно же, по аварийной ситуации дорогу, в первую очередь, а в вторую очередь, конечно же, по кошельку, по бюджету предприятий, потому что им приходится большую работу проделывать, чтобы понять, как же именно ремонтировать, когда ремонтировать тот или иной вагон или тот или иной эксплуатующий. Ну, ладно, я понял. То есть, в общем и целом, вы когда разработали вот этот проект, его потихонечку можно дальше продумать, его внедрение в то же самое практическое здравоохранение. Мы с тобой это, видимо, как-то обсудим, да, наверное? По аналогу можно сделать, да. Можно сделать вот такую же систему. Но уже, если что-то есть, уже там дальше можно как-то использовать. Хорошо. У меня только финальный вопрос. Когда ты последний раз рассказывал, что такое блокчейн? Ты часто сейчас отвечаешь на эти вопросы? Потому что два года назад ты, наверное, говорил там по несколько раз в день об этом. А сейчас, когда последний раз ты спрашивали? Совершенно верно. Значит, конечно же, сейчас мы этим занимаемся гораздо реже. Но мы это сообщество, да, представители сообщества, которое так или иначе живо сейчас в России. Мы по-прежнему общаемся ежемесячно с петербургской группой. И немножечко реже общаемся с такой российской группой разработчиков. Вот. Мы, конечно же, сейчас реже на публике рассказываем, что такое блокчейн. Ну, наверное, потому что интерес ушел немножко от публики в другую сторону. Тем не менее, информация о разработках, о том, что, как мы можем усовершенствовать уже готовые системы, она продолжает между нами распространяться. Мы собираем метапы, собираем конференции. Но эти конференции становятся все более и более узкими, объединяющими уже в профессионалах. То есть тех, кто не просто интересует базвордом, да, таким громким словом, а в первую очередь, эти конференции становятся для людей, имеющих опыт в разработке и во вневрении этих петербург. Ладно, спасибо, Дим. Спасибо. У нас все-таки технические накладки мы оточим в следующий раз, да, чтобы как-то прям все было подинамичнее. Но классно, все равно спасибо. По блокчейну, наверное, все-таки, мне кажется, не очень удалось, так сказать, понятно рассказать, из-за того, что были вот эти перерывы со связи. Но, уважаемые зрители, вы пишите какие-то вопросы, мы в письменном форме ответим. У Димы много материалов в виде презентации, что такое блокчейн. Я думаю, что он с радостью этим поделится. У нас есть очень хороший, интересный участник дискуссии. Это разработчик, тот человек, который помогает практическому здравоохранению, делая вот такие всякие информационные продукты на блокчейне, совершенно бескорыстно, потому что ему хочется помочь врачам, облегчить их работу, помочь пациентам получать более качественные услуги медицинские. У нас Илья Петрусенко там на связи, Олег? Да, я на связи. Ильюх, здорово. Слышно меня? Да, тебя слышно вообще прекрасно. Картинки нету и не будет, видимо, да? Отлично. Но картинки не будет, потому что я в сотовой связи, я нахожусь немножко дальше, чем Дима. Я не в Сочи, я на Филиппинах. Это очень большое расстояние. Вы хвастаете или жалуетесь? Да, я хвастаюсь, да. Да, понятно. Ну, отлично. Значит, картинки поэтому не будет, но надеюсь, что будет слышно хорошо. Хорошо. Собственно, немножко о себе. Ты сказал, что я занимаюсь как бы дискористностью и так далее. Это на самом деле не правда. То есть, как бы, в целом я работаю в области блокчейна и зарабатываю этим деньги. Но вот данный проект, да, для меня это как бы является скорее хобби, чем средство для зарабатывания каких-то денег. В целом я занимаюсь разработкой на блокчейн-платформу, наверное, уже больше четырех лет. Занимаюсь, вот был такой вопрос, я помню, программист или разработчик. Ну, во мне, наверное, разработчик – это не только программист, это когда еще и занимаюсь архитектурой проектов и тем, как его можно… Ну, то есть, как бы не только занимаюсь непосредственно написанием кода, но и архитектурой проекта и тем, как его можно использовать для конкретных бизнес-задач. То есть, немножко больше все-таки, чем просто программирование. Соответственно, да, я занимаюсь в том числе и консультированием, и разработкой архитектуры проектов. Поэтому, в общем-то, как бы это действительно моя сфера, где я работаю последние годы. Илюха, у нас самая основная задача сегодняшнего вебинара, в общем-то, простыми словами объяснить врачам. Да, Дима… А, что такое блокчейн? Да, я попробую. Да. Ну, если откинуть в сторону все эти разговоры про криптовалюту и так далее, то остается, по сути, что блокчейн представляет из себя некую базу данных, которая хранится не на одном компьютере, а у каждого участника, кто подключен к этому блокчейн. То есть, если мы говорим про некий приватный блокчейн, то, например, в котором, например, подключены банки, то, соответственно, у этих банков хранится абсолютно идентичная копия информации, и блокчейн позволяет ее синхронизировать между ними, поддерживать эту идентичность баз данных. Помимо этого, он позволяет предотвратить как уничтожение какой-либо информации, так и внесение туда изменений. Да, здесь Костя рассказывал про хэш-сумы и все прочее. Да, все, в принципе, примерно так и выглядит. То есть, всегда можно добавлять данные, но отсутствует, в принципе, какая-либо возможность без полного уничтожения хранилища внести изменения. То есть, изменения только как обновление данных с пометкой, что были старые, вот есть старые данные, а вот появились новые, которые как бы их заменяют. Все равно вся информация продолжает храниться, и старые данные хранятся, которые были, и новые, которые мы изменили и так далее, они все продолжают храниться и изменить в смысле, удалить какие-то данные с середины, либо их в середине поменять такой возможности высуществить. Слушай, а почему, ну, мне кажется, что это же технологический какой-то определенный логарифм, который создали, он хорош, а почему о нем все стали говорить вот так вот два года назад, и прямо все вдруг узнали, что такое блокчейн, и с каждого... Ну, и два года назад побольше. Ну, побольше, да, но прямо вот самый хайпник. Ну, да, окей, почему, как тебе кажется? Ну, скажем так, здесь, в принципе, в нем нет ничего, прям супернового, это все основано на давно существующих технологиях, там многие существуют еще с 50-х годов прошлого века, вот, а просто действительно получилось очень эффективно собрать эти технологии вместе и получить достаточно изящную систему, которая с точки зрения именно того, как она работает, выглядит изящно и позволяет решать некоторые вещи, которые, к сожалению, тяжело решить какими-то другими путями. Но это не значит, что эта технология прям вот серебряная пуля. Нет, к сожалению, может, не к сожалению, у всех, у всего есть образная сторона медали, и, например, даже то, что, в принципе, информация вся хранится в огромном количестве копий, и она никогда не стирается, любое изменение информации только обновлением, то если сравнивать блокчейн с централизованными системами, с обычными базами данных и так далее, то здесь происходит постоянное накопление информации, постоянно растет объем данных, которые хранятся на диске, и вот эти данные, которые хранятся на диске, хранятся в огромном количестве экземпляров, ну, по числу участников в блокчейне, то есть есть там 10 человек, значит, 10 экземпляров, ну, 10 участников, не человек, мы все-таки больше говорим про организации, 10 организаций, значит, 10 копий, 100 организаций, значит, 100 идентичных копий одной и той же информации. Это, конечно, с точки зрения надежности, это хорошо, 100 копий с точки зрения надежности лучше, чем одна, но надо понимать, что, как бы, если мы говорим о каком-то большом объеме данных, то тут начинается, что нужно 100 больших там серверов или дата-центров или еще чего-то, поэтому технология совершенно не серебряная пуля. С другой стороны, опять-таки нельзя сказать, что, да, еще если, в принципе, сравнивать блокчейн с любой централизованной системой, я имею в виду обычную информационную систему, базу данных, то блокчейн всегда будет проигрывать по скорости, по скорости обработки данных, по производительности, по объемам, которые он может хранить и обрабатывать. Также ему практически всегда нужны гораздо большие компьютерные мощности. Но это совершенно не значит, что, как бы, он вообще неприменим. Есть вещи, где блокчейн очень сложно... Уже сегодня говорили про децентрализованное хранение. Да, действительно, иногда возникает ситуация, когда хочется хранить данные, но при этом, чтобы не было какой-то одной главной царь базы, чтобы не было кого-то, кто держит эту царь базу и от кого все остальные начинают зависеть, чтобы хранимая информация была разнесена... Ну, и каждый участник хранил свою собственную копию, просто для того, чтобы он был уверен, что те данные, которые он хранит, они не потеряются и не пропадут. С другой стороны, сейчас тоже становится такой еще достаточно популярной темой. То, что, в принципе... Не знаю, на самом деле названия у этого особо нету, но, наверное, это можно назвать как некую цифровую демократию. Попробую объяснить, что я имею в виду. Это не про политику. Нет, ты только в применении к здравоохранению, потому что наша аудитория врачи, мне кажется, они сейчас немножко там отключатся. Все отлично. По цифровой демократию я имею в виду некую систему, состоящую из равноправных участников, например, любые профессиональные ассоциации. Вот ты говоришь про врачей, окей, возьмем врачей, не знаю, стоматологов, стоматологические клиники. Вот захотелось им создать свой кружок по интересам. Для обмена полезной информации, для обмена какими-то данными, еще чего-то. Для этого им придется между собой договариваться и создавать какую-то ассоциацию. И пусть даже это будет не ассоциация, пусть это будет группа или форум в интернете. Есть же форумы в интернете, там, профессиональные, да? И, окей, там, врачи, стоматологи, вернее, клиники стоматологические создали свой форум. Начинается выбор модератора, кто будет всем рулить. Начинается какое-то голосование, кто-то недоволен действием модератора и так далее. Вот, в принципе, обмен данными, обмен информацией, обмен какими-то полезными данными в электронном виде через интернет, я и подразумеваю по словам цифровая демократия. А если мы говорим про этот форум, то, предположим, он размещен у кого-то на сервере. И вот эта стоматологическая клиника, на сервере которой расположен этот форум, обиделась на всех остальных и просто его выключает. Все остальные моментально теряют все данные и больше не могут между собой общаться. А если еще немножко усложнить пример, ну, я понимаю, что то, что я сейчас буду говорить, такое немножко, как выглядит, немножко нереально, но, предположим, чисто для примера, что они хотят не просто обмениваться данными, а хотят, например, чтобы можно было каким-то образом для оптимизации бизнеса использовать специфическое оборудование одной клиники в другой или, например, подмена врачей из одной клиники в другой и при этом, чтобы это все было максимально автоматизировано без всяких созвонов и с автоматическим взаимозачетом. Вот создать подобную вещь на централизованной системе практически невозможно, потому что она все равно будет кому-то принадлежать одному. Но создать такую вещь на децентрализованном блокчейне очень просто. Все, понятно, да. Главного сервера. Да, не, понятно, спасибо большое, да, тут все вот прям, даже надо было тебя вначале выводить, все объяснил, да? Так, Антон, задашь вопрос? Или у тебя комиссия? Что? Да. Илья, спасибо. Пожалуйста. Мы сейчас все-таки вне онкологии, да, сейчас меня интересуются позиции медицины и онкологии, блокчейн. Вот из того, что я услышал, да, в принципе, вы меня поправьте, если я, может быть, буду неправ. Как я понимаю, это та система, на которой, в принципе, мы можем выстроить подачу и хранение информации от постановки диагноза пациента, неважно в какой это. Если мы, например, все онкологические клиники страны объединим в эту систему, данные будут храниться не только там в каком-то, в том числе Минздрав, например, да, вот региональный и федеральный, то при помощи этой системы мы сможем, в принципе, контролировать весь процесс от постановки диагноза до реабилитации пациента. Правильно я понимаю? И если это так, то чем тогда, например, эта система отличается от той системы, которую планирует сейчас Минздрав ввести как единую информационную систему хранения базы данных? Или эта система, она сделана на основе блокчейн? Честно говоря, я не знаю, какую систему планирует. Ну, я могу прокомментировать, да, вот Минздравоохранение хочет сделать такую одну информационную базу, в которой будет, в принципе, если пациенту выставлен там гистологический диагноз, да, он хранится и у нас, где ему поставили этот диагноз, ему не надо ввести эту бумажку там доктору в регион, да, доктор в регионе в онкодиспансере может зайти в систему, открыть это заключение, прочитать, получить информацию. Человек сделал там компьютерную томографию. Эти заключения, эти снимки, они хранятся там в какой-то базе данных. И тогда у меня, ну, опять же, возникает вопрос, что тут получается действительно такая демократия. Наверное, если эту систему вывести вот в такое обширное пользование, то она способна повысить, наверное, какое-то качество оказания медицинской помощи, потому что мы всегда будем видеть ответственное, в конце концов, лицо за то или иное действие. Как вы прокомментируете? Ну, безусловно, скажем так, безусловно, последнее замечание было очень, последнее мнение было очень корректно. Действительно, эта система позволит видеть, позволит видеть, что вообще происходит. То есть это будет не какая-то система закрытая, где-то находящаяся, а это будет доступно многим. Но на самом деле в данной ситуации я вижу очень сильно централизующее звено, это Минздрав. И сильно не факт, что действительно в данной ситуации для каждых, для всех действий необходим блокчейн. Потому что, еще раз повторю, он гораздо более требователен по ресурсам, чем обычная информационная система. Возможно, ряд каких-то данных имеет смысл хранить в централизованной системе, может быть, ряд каких-то данных имеет смысл хранить на блокчейне. Но вообще, в принципе, в любой ситуации, когда есть очень сильный централизатор, очень сильное централизующее звено, то это немножко тема не для блокчейна. Блокчейн хорош тогда, когда есть равноправные участники. Вот в примере с добровольцами есть равноправные клиники. Есть равноправные исследовательские центры, которые просто обмениваются между собой. В том примере, который привели вы, есть Минздрав, который дает информационную систему для больниц, для врачей. Он центр. Он как бы... Ну, все равно без Минздрава все эти клиники, врачи и так далее, не то что существовать не будет, но их работа будет. Ну, как хотелось бы. Ну, а вот я опять же цепляюсь к этому слову, это цифровая демократия. Но в этом же может быть и уникальность этой системы? Может быть, я не знаю. Потому что мы сможем давать информацию с полей по количеству получающих дорогостоящих препарат, конкретно в том центре, в другом центре. И это позволит, как Костя говорил, планировать поставку препарата на следующий год. Просто если бы мы как-то начали так заздравиться, хотим за упокоя, зачем мы, собственно, в этот собрались? Почему за упокой? Ну, смотрите, то, что делают Артем и Костя, эта, как сказать, инициатива идет снизу, да, то есть это не навязано решение сверху, это клиники начали между собой объединяться и обмениваться данными. Это очень положительная тенденция. То, о чем вы сейчас говорите. Ну, смотри, мы пока данными не обмениваемся, да, у нас на уровне прототипа, да, это как-то другую будем проверять. Да, я понимаю, потенциально. Ребята, смотрите, у нас… Или, или, или. Да, смотри, у нас есть определенный тайминг, да, но только единственное скажи, вот финальный вопрос, да, к тебе. Вот в России и за границей, да, количество, вот, скажем, проектов на блокчейне, они, ну, как-то разнятся там значительно. В России меньше, за границей больше? Или примерно сейчас… В России меньше, за границей больше. Еще буквально момент один. Сейчас. Все-таки единственное, где сейчас реально активно идет применение блокчейна в государственных всевозможных структурах для максимальной открытости. Для того, чтобы, для того, чтобы действительно была, как я говорил, цифровая демократия, чтобы люди видели, что действительно все данные корректны. Это просто вопрос исключительно, как сказать, давайте будем открытыми. По поводу, почему у нас… Потому что, на самом деле, это все упирается, в первую очередь, в регулирующие акты законы и так далее. И за рубежом сейчас местами с этим чуть получше. То есть, как бы, мы можем сделать, например, какую-то систему подменной информацией, но будет ли эта информация юридически значима? В медицине. Пока нету, соответственно. Илья, в медицине у тебя есть информация какая-то, что действительно где-то за границей? Ну, то, что какие-то управленческие системы, там, Дима про РЖД, это все, конечно, здорово, но для нас это не так актуально для врачей, для пациентов. Честно, я понял. Тоже ничего особенного, да? Да, я тоже не особо исследовал, какие существуют проекты. Я знаю, что все-таки они есть, но все равно пока на уровне прототипов. В первую очередь, потому что, ну, вы можете ввести какие-то логи, вы можете ввести, сохранять информацию блокчейн, но, скорее всего, когда к вам придет аудит из Минздрава либо из аналогичного зарубежного учреждения, то пока не принят определенный закон, он будет хотеть от вас бумаги. Понятно. Хорошо, спасибо, Илья. У нас вот есть... Поэтому все-таки в первую очередь закон, да. Да, у нас что, мы заговорили по поводу системы, которая разрабатывает Минздрав, и у нас есть уникальная возможность, потому что наше учреждение участвует в этом проекте. И надо сказать, что это очень сложная история, да. Вот у нас Юра за рулем, там, да, я вижу. Юр, ты на связи, слышишь? Ты-то и в нашу сторону двигаешься, или в сторону Сочи, или Филиппины, как там сегодня? В вашу сторону, я боюсь, что я на нее успею доехать. Ну, тогда, может, пока ты едешь, нам расскажешь, а потом продолжишь с точки зрения технических. Хорошо, вот мы заговорили там сегодня, мы общались по поводу блокчейна с разработчиками. Антон, как врач, задавал вопросы, Костя рассказывал, как врач, чем это хорошо. А все-таки, действительно, система, которая сейчас внедряется, она без всякого блокчейна, она действительно очень сложная, потому что в рабочей группе, мне кажется, там уже под сотню человек участвует, да, только в разработке концепции самой. Да, блокчейн, понятное дело, что неприменим, сейчас, сейчас, блокчейн, понятное дело, что неприменим, потому что Илья рассказал, что это для такого обмена информации вообще неподходящая, скорее всего, история. Так вот, расскажи вкратце, пожалуйста, вот почему вообще говорили, как тебе кажется, о блокчейне все говорили, о блокчейне, а в итоге все равно все создают информационную систему, работая какими-то инструментами, которые уже доказали свою эффективность. Нет, коллеги, то есть, ну, здесь нужно немножко прокомментировать, да, то есть первая система, которая создается, это не централизованная система, это условно система-агрегатор и как раз помощник в обмене данными между медицинскими информационными системами субъекта, то есть, грубо говоря, она будет как шина собирать на себя и агрегировать информацию с других МИСов. Вот, насчет того, что применение технологии блокчейна, ну, здесь тоже такой вопрос, что это же действительно технология, да, там, передача информации, сбора. Сейчас у меня здесь... Я думаю, что это главное, что... Ты что-то нарушил? Главное, что не за мной. Вебинар, переходящий в блокбастер, это прекрасно. Да, и, соответственно, эта технология, она может быть использована как одной из технологий в работе вот этой вертикально интегрированной медицинской информационной системы, например, обмен данными по, ну, трактовому регисту, да, то, что Антон спросил, где действительно необходимо, чтобы вся информация записывалась и чтобы она сохранялась. Но, опять же, здесь система построена таким образом, что если у тебя в медицинском учреждении из медицинской информационной системы какие-то данные удалились, то такого, как при блокчейне, да, что у тебя информация сохранилась, внеслись там данные, ну, ты можешь видеть всю историю, такого не будет. То есть если на каком-то этапе какой-нибудь сервер дал сбой и вся информация по пациентам удалилась, то этой информации больше нигде не будет, потому что вертикально интегрированная медицинская информационная система это не какая-то мега-система информационная, которая стоит на каком-то там дата-центре и агрегирует всю информацию. Ну вот, я, к сожалению, не слышал полностью все ваши дискуссии, но вот насчет цифровой демократии, ну, вы знаете, мне кажется, что в любой цифровой демократии должен быть какой-то элемент тирании, потому что я почему-то уверен, что ни одна медицинская организация самостоятельно не хочет применять технологию блокчейн, ну, по тем или иным причинам, да, финансовые, либо непонимание самой технологии, либо вообще, в принципе, боязнь всего нового. Поэтому должен быть кто-то, кто будет эту технологию внедрять, это как там у IT-евангелисты, которые активно продвигают эту технологию. Пусть это будет даже со стороны какого-то медицинского сообщества, потому что мы сталкиваемся, опять же, в работе с субъектами, что вот мы сейчас такие на высокие материи, что блокчейн, там, давайте мы будем все делать, внедрять, но в некоторых субъектах люди до сих пор пишут карты на листочках, и, кстати, эти субъекты не так далеко находятся от города Санкт-Петербурга. Вот, поэтому, конечно, здесь нужно, во-первых, развивать, во-вторых, просвещать людей, то же самое, как со скринингом, например, да, мы делаем, вот, ну и, соответственно, постепенно я думаю, что мы перейдем на блокчейн, на распределенные системы, и на все остальное. Вот, и на оплату по блокчейну, да, медицинских услуг, медицинских организаций. Артем Николаевич, я надеюсь, что мы первые перейдем на это. Сразу видно, что организатор здравоохранения за рулем едет там, да, мигалки кругом, там, типа. Так, ну и закончил проплату. Это хорошо, но в целом, да, вот как тебе кажется, вот был этот хайп, да, сейчас мы стоим на пороге какого-то нового хайпа, наверное, да, мы в следующий раз будем обсуждать искусственный интеллект, да, и все-таки, но какая-то польза от хайпа есть или нет, как тебе кажется? Ну, от хайпа есть то, что, по крайней мере, про блокчейн начали говорить, это первое, да, ну, правда, это не в рамках медицинских систем, а в рамках каких-то криптовалют и тому подобное. Но, по крайней мере, теперь, когда люди говорят, что, ну, там, технологию блокчейн будем использовать, это значит, что мы сейчас будем биткоинты майнить и, там, передавать их, да, вот, ну, то есть нужно просто менять эту психологию. Ну, это, как я считаю, что плюс, да, по крайней мере, то, что хайпанули. Насчет того, что, как, ну, внедрять ее и что же будет после этого, опять же, мы все видим, да, что люди активно в нее вписались, ну, там, два-три года назад, а сейчас получается, что большинство этих компаний, ну, могу, конечно, ошибиться, да, как это называлось правильно, ICO, да, себя максимально дискредитировали, вот, и, соответственно, как сейчас, опять-таки, из этой ситуации выбраться, да, это непонятно, потому что таких проектов медицинских, например, я знаю только, ну, несколько, может быть, два-три, где реально блокчейн применялся, я не знаю, поэтому, вот, поэтому не знаю, я не знаю, какая-то у вас будет дальше, но, опять же, Африк Николаевич, все в ваших руках, то есть вы наш, как, медицинский блокчейн, его мобилист. Ну, прекрасно, звучит так хорошо, по этой визитке печатать, да, хорошо, спасибо, Юр, да, приедешь, давайте обсудим вместе следующий вебинар, да, мы двигаемся дальше, да, у нас на связи есть Анастасия Аширова, на связи? Настя? На связи, добрый день, коллеги. Привет, ты опытный организатор мероприятий, связанных с джетатализацией, да, вот скажи, пожалуйста, по результатам того, что мы уже почти час обсуждаем, как кажется, людям, вот врачам, стало понятно, что такое блокчейн, или все-таки не очень мы как-то продумали всю эту историю. И немножко... Я думаю, должно было стать понятней, но если у вас есть чат с ними, у меня просто его нет, то, мне кажется, можно задать им вопрос. Нет, у нас есть даже несколько вопросов уже от людей, то есть, ну, мне интересно именно твое восприятие, ты же руководишь очень классным акселератором при Байре, да, и через тебя проходит огромное количество людей, которые пытаются как-то поменять этот мир там на фоне хайпа там или на фоне просто своих каких-то пытливых размышлений. Да, вот расскажи немножко, чем занимаешься, да, и потом там пару вопросов еще. Да, давайте. Байер придерживает стратегии открытых инноваций, в принципе, поддерживал довольно большое количество проектов цифровых технологий, не связанных с медициной, там, по робототехнике, по поиску молекулярных мишеней и прочее-прочее. И в 13-м году наконец-то решил посмотреть в сторону цифровой медицины. Это решили посмотреть еще в штаб-квартире, то есть в Берлине. И запустили конкурс Grants for Apps именно для стартапов из области цифровой медицины, для того, чтобы понять, какая связь может быть между фармкомпаниями и между этими цифровыми технологиями в медицине. То есть просто научиться с ними работать и не оказаться в последнем вагоне поезда. Собственно, эта программа дала определенные результаты, которые сподвигли коллег в штаб-квартире запустить эту программу еще локально в ряде стран. Россия стала одной из первых стран, где эта программа была запущена. Мы существуем с 2016 года и запускались мы именно как акселератор в поддержку стартапов из цифровой медицины. Но спустя год мы стали уже Digital Life Science, то есть теперь смотрим и Агротех. Вот. И если говорить про спровую медицину, изначально мы видели проблему в том, что большинство проектов были на уровне идей, и зачастую их инициаторами были не врачи, а IT. Специалисты, которые не понимали реальных потребностей врачей, реальных потребностей пациентов. То есть они пилили решение, которое впоследствии оказывалось никому не нужным. И за год существования акселератора, это уже четыре года в Москве, мы видим, что действительно уровень проектов растет, даже те, которые подаются к нам с заявками, потому что в свою команду, в основную теперь проекты берут именно врачей в качестве основных игроков команды или хотя бы в качестве консультантов. Вот. Это правильный подход. И также врачи тоже непосредственно теперь стали инициаторами подобных стартапов, подобных проектов. И в прошлом году у нас был врачебный стартап, и в этом году у нас есть врачебный стартап. Вот. И это радует, потому что только так мы можем понимать, какие реально потребности есть в этом секторе, в этой области. Вот. Хорошо, спасибо. Так вот прям захотелось снова вступить в ваш акселератор. В декабре будет прием заявок. Да, мы у вас были, поэтому спасибо большое. Действительно делается большое интересное дело. А все-таки по блокчейну был кто-то у вас на территории России или там на международном пространстве? Ну вот в России у нас был ваш проект, то есть Министинкология Петрова, то есть проект, который с помощью технологии блокчейн искусственного интеллекта позволял оптимизировать и позволяет оптимизировать процесс клинических исследований по онкологии. Честно говоря, вот за 4 года это был единственный проект по блокчейну в российском акселераторе. Грандсфорап существует по миру в более чем в 30 странах и честно говоря, я могу не все проекты естественно знать, но я не видела проектов по блокчейн в других странах. Больше я, конечно, знакома со стартапами, которые стали победителями глобального акселератора берлинского, но и там в этом году была отдельная номинация за блокчейн, но в итоге в акселератор ни одна команда с этой технологией не была взята. Но это в принципе мне кажется нормально, потому что опять мы говорили про хайп и если возвращаться к исследованию Гартнеровскому, ведущая в мире исследовательская консалтинговая компания, они как раз каждый год выпускают цикл хайпа технологий технологических и блокчейн сейчас как раз находится по итогам 2019 года на стадии ну скажем не то что разочарования, если прям переводить дословно, но на самом деле это тоже нормальная стадия то есть первая стадия это инновация когда появляются новые технологии следующая стадия это вот стадия излишних ожиданий такого хайпа после этого следует резкое понижение которое называется разочарованием но на самом деле это не совсем разочарование это скорее то что мы прошли пик чрезмерных ожиданий и теперь предстоит избавиться от иллюзий мы бы называли это скорее избавлением от иллюзий но после этого падения на самом деле обычно проекты и технологии вернее выходят на плату продуктивности когда эту технологию действительно пытаются приземлить на практику и на реально существующие проблемы то есть делать не инновации ради инноваций а применять их для решения конкретных задач конкретных проблем если говорить про медицину то для решения проблем пациентов врачей и прочих игроков медицинского рынка все-таки не удержаться не наступить от блокчейна а какой проект прямо тебя переполняет в рамках Grands for Apps например каким вы гордитесь радуетесь которому вы дали зеленый свет ну да в рамках Grands for Apps мы получается три месяца с проектами работаем и наша цель просто зачастую тоже спрашивает зачем спрашивает зачем байер это делает это найти новые бизнес-модели как я говорила научиться работать да и не со всеми естественно выпускниками это происходит но по ряду разных причин но не пробуя не узнаешь и наверное самыми такими ну звездочками я считаю вот Semantic Hub это сервис по поддержке принятия решений в области R&D и маркетинга они сейчас начали уже вышли на рынок Китая основаны на семантических технологиях собственных на семантической платформе и на искусственном интеллекте и также небезызвестный Боткина Яй таких систем конечно много тоже искусственный интеллект по тоже уже для врачей но по поддержке принятия врачебного решения у них есть пилоты по регионам России и результаты прекрасные то есть не стоит думать что Боткина Яй и проекты такие как они заменят врачей это скорее помощь врачам не пропустить какие-то важные моменты так вот в Тюмени были тоже один из пилотных проектов Боткина Яй в этом году был в Тюмени и были как раз идентифицированы люди с раком легких по итогам пилотных проектов ну здорово что действительно от слов все-таки есть переход к делам да видимо блокчейн это не та технология которая была реализована и доказала свою эффективность а все остальное все-таки получается работа ну она выйдет я уверена что блокчейн выйдет тоже на плату продуктивности просто немножко да надо избавиться от иллюзий которые были на моменте хайпа это кривая гард ну да то что ты рассказывал это да круто хорошо спасибо большое Настя у нас вопрос ой Юра ты еще тебя еще не остановили я с вами надеюсь ну конечно вопрос не у меня вопрос праздну два вопрос первый вопрос а все-таки а как вы смотрите ну и вообще какая модель монетизации таких проектов на блокчейне в медицине потому что пилот это хорошо мы знаем много ты сейчас кому вопрос задаешь анастасия анастасия окей да ну может быть кто-то еще ответит там в рамках дискуссии потому что много пилотных проектов которые показывают там ту или иную эффективность но потом они не внедряются в как бы рутинную практику потому что опять же это требует денег да то есть если бы к нам пришла какая-то компания и сказала мы вам даем продукт бесплатно пользуйтесь мы бы с радостью согласились но плюс вот этому стартапу или какой-то компании от этого было бы ноль да то есть деньги которые потрачены на разработку они пошли бы на благо общества но прибыли бы не принесли то есть мы ну исключаем из этого фарму да то есть все программы которые там на коммерческий сектор это совсем другая отрасль потому что ни одна поликлиника скорее всего под кино и не купят Минздрав я знаю что в Новгороде они сейчас проходят дай бог чтобы они заключили какой-то контракт но у меня большие сомнения что на это потратят как бы бюджетные деньги то есть если не будет какого-то спонсора вот вы как видите как проекты должны монетизироваться ну на самом деле мы пилоты проводим и на этом не останавливаемся мы заключаем то есть стопроцентное количество стартапов которые имели с нами пилоты позже после пилотов по итогам пилотов заключились байер-контракты не разовый а это такая повторяющаяся история именно в таких повторяющихся историях мы имеем успех скажем так акселерационной программы для если говорить про модели коммерциализации они конечно разные и во время акселерации мы именно ищем те модели когда эти стартапы могут быть полезны фарм-компаниям и получать деньги от фарм-компаний это могут быть образовательные проекты для того пациентские школы те же самые это могут быть образовательные проекты для врачей потому что есть определенное количество нозологии определенное количество препаратов которые просто так не введешь это же не всегда таблетки и необходимо дообучать медицинский персонал это иногда маркетинговые исследования тоже которые могут делаться с помощью стартапов то есть бизнес-модели именно с фармой они вырабатываются за три месяца в зависимости от проекта то есть каждому проекту мы подбираем стейкхолдера и пробуем найти пути монетизации с помощью фармы для ребят ну вот с фармой это понятно но вот вот кинаи которая программа должна позволять диагностировать все опыль на ранних стадиях да никакой фармы здесь нет производители оборудования они как бы сами такие программы тоже делают для своего оборудования конкретно вот вы как видите то есть это надо в бюджетное учреждение внедрить программу соответственно как вы видите процесс монетизации на самом деле с Боткиным тоже нельзя сказать что у них нет соприкосновения с фармой просто у нас был с ними проект к сожалению я не могу вот в силу НДА о нем рассказывать он был по рентгенологии потому что ну у Байер есть продукты в этой области скажем так вот то есть нельзя отбрасывать фарму как плательщика для подобных проектов а то что это внедрение в клиники действительно да сложно пока представить что ну и вообще нереально скорее представить что клиники будут за это платить только да скорее государственная поддержка если говорить про Россию ну да и тогда вот следующий вопрос мы все говорим об эффективности программ ну в принципе это наверное ко всем вопросам Артем Николаевич о том что программы эффективны они показали там много ранних раков выявили и тому подобное мы же все знаем да что и в принципе сейчас такой тренд на доказательную медицину о том что необходимо же проводить клинические исследования то есть рандомизированные клинические исследования которые вы сравнили как программа смотрит снимки как врач смотрит снимки вот планируется ли в принципе такое направление развивать и соответственно опять же кто будет спонсором этих исследований насть ты ответишь какую-то часть ну исследования проводят и сами стартапы единственное еще есть проблема в данных но не в том что скажем так их нет а в их состоянии потому что они зачастую в отвратительном виде их надо изначально приводить в порядок а потом уже я уточню вопрос понятно что данные на которых учится модель это один набор данных как бы это для того чтобы программа начала работать мы говорим о том что для того чтобы она показала свою эффективность мы должны провести клинические исследования уже на рабочих данных то есть чтобы говоря работает программа в режиме реального времени на конкретных пациентах там данные никак не обработаны есть изображения с компьютерного томографа и больше ничего нет Юрий я понял о чем ты говоришь про доказательную медицину я начну немножко смотрите все вот эти информационные продукты которые внедряются в практическое здравоохранение они должны проходить по меньшей мере испытания как медицинское изделие получать свое регистрационное удостоверение требование к проведению и к объему информации который получается в процессе испытания такое чтобы можно было сделать полноценную оценку безопасности и эффективности этого информационного продукта я к сожалению не знаю как реализовали ребята из Боткина есть ли у них регистрационные действия таких проектов много я тоже не в курсе но вряд ли они проходили мед изделия потому что это годы там вообще и так-то если честно остается проблема актуальна самая основная любой медицинский стартап они мне кажется даже и не представляют насколько важно провести действительно какую-то доказательную базу там они у нас в конце нашего вебинара будет анонс следующего выпуска и мы нашли ну прямо такой самый выпиющий сейчас там на первом канале когда рассказали что там один там искусственный интеллект заменяет там 5-6 врачей поэтому ну вот примерно такие формулировки используются по сути задача как раз научного сообщества врачей рассказывать что если вы даже придумали хорошую идею не торопитесь пожалуйста с какими-то такими голословными заключениями потому что есть большое количество алгоритмов которые надо сначала соблюсти а потом да потом уже заявлять что да действительно наша какая-то технология может помочь врачам пациентам и там практическому здравоохранению исследователям и так далее Юр у тебя есть еще вопросы какие-то они появятся обязательно хорошо Настя мы двигаемся дальше потому что у нас хорошо что это вебинар а не конференц-зал тут можно так пластично ко времени относиться но тем не менее мы будем сокращать вот Кирилл у нас как раз сейчас пошел разговор на ту тему что насколько можно внедрять сломя голову какие-то новые технологии в лечебных учреждениях насколько это можно да и как тебе кажется какие основные параметры перед внедрением должны знать разработчики там уже мы ушли от блокчейна потому что наверное вопрос как ответ на вопрос что осталось после хайпа видимо Настя нам ответила что согласно кривой Гартмана нам мы сейчас пережидаем момент когда уже какой-то идет действительно там отрицание технологии она уже как-то так и мы потихонечку с тобой просто идем в процесс обсуждения каких-то инноваций медицина Настя совершенно правильно сказала что очень часто технические скажем так вдохновители каких-то идей идут далеко бегут далеко впереди паровоза и что-то придумают такое что не факт что вообще будет востребовано это с одной стороны очень хорошо потому что работает инженерная мысль работает креатив но когда это все доходит до реальных предположительно предполагаемых пользователей они долго на это смотрят и думают ну и зачем нам это потому что медицина это одна из самых консервативных отраслей и врачи всегда в силу своего опыта и понимания что имеют дело со здоровьем человека и там ошибаться нельзя всегда очень осторожно относятся к любым таким нововведениям ведь не секрет что бумага это до сих пор является и де-факто и де-юре пока самым надежным мы единственным признанным до конца носителем юридически значимой информации несмотря на все технологии которые уже придуманы и математически доказаны их состоятельность все таки ну пока еще видимо общество не готово к полному переходу на цифру по крайней мере в России особенно в медицине ну вот я тут услышал одно выражение мне очень понравилось что быстро это медленно но постепенно вот в данном случае такие резкие движения внедрение бездумной каких-то технологий они могут только навредить здесь что можно какие требования скажем к информатизации прежде всего это испытания испытания еще раз испытания тестирования потому что прежде чем доверить машине какую-то какие-то ответы на вопросы даже чисто информационные я пока не говорю об искусственном интеллекте нужно многократно их проверить нужно убедиться что и схема хранения данных надежна и что аппаратура надежная и что люди более-менее аккуратно пользуются и правильно заносят данные потому что это тоже очень важно правильно интерпретируются данные которые скажем ввел один врач читает другой это все достаточно сложно и опять же повторюсь так как это имеет отношение к здоровью человека пациента здесь нужно соблюдать очень большую осторожность и врачи я думаю со мной согласятся что скажем сломя голову бросаться в какие-то технологические решения вряд ли кто-то из них согласен по поводу блокчейн вот я тоже согласен с тем что как технология для цифровой демократии она годится скорее для внедрения снизу то есть скажем если это речь идет со стороны пациентских организаций скорее вот пациентов клиник но здесь скорее минздрав будет где-то там в стране потому что юридически значимая такая информация никогда блокчейн не будет на мой взгляд минздрав сейчас действительно разрабатывает очень серьезные информационные системы глобальные агрегируют данные которые уже вводятся и здесь конечно на мой взгляд совершенно четко должен быть цифровой диктат потому что в конце концов минздрав регулирует все правовое поле и минздрав контролирует чтобы это все было правильно конечно данные не могут быть так вот легко копированы всем подряд должны быть очень строгие правила доступа к ним и те системы которые сейчас разрабатывает минздрав они технически глубоко защищены все по защищенным каналам все на очень серьезных аттестованных в стекам ФСБ цифровых обработчиках цифровых центрах обработки поэтому здесь блокчейн скорее он такой действительно снизу я вижу очень большую пользу для блокчейна в частности действительно для каких-то пациентских организаций здесь да большая перспектива на мой взгляд вот на оплату продуктивности мы увидим именно эти решения так ну что ж это хорошо что есть у нас Кирилл он всегда может нам рассказать что надо соблюдать ты сказал по поводу испытаний так вот уважаемые друзья хочется что сказать что на базе МИЦ онкологии имени Петрова можно провести клиническое испытание любой информационной системы да и доказать согласно существующему регламенту эффективность и безопасность этой системы чтобы узнать как это проводится можно зайти на наш сайт и получить контактные данные это похоже на рекламу это и есть реклама Антон скажи пожалуйста у нас в общем-то сейчас завершается вебинар ты пришел сюда специально мы с тобой когда обсуждаем чтобы ты ничего не считал что такое блокчейн чтобы ты этот вопрос не изучал и не готовился к вебинару тебе стало хоть немножко понятнее что такое блокчейн да стало я действительно ничего не читал и пытался сейчас для себя понять все-таки что это за система действительно наверное я соглашусь с Кириллом Анатольевичем когда приходят какие-то проверяющие органы конечно вот Юрий Игоревич сказал что в некоторых регионах там даже до сих пор эти бумажки карточки потому что это действительно единственный юридически значимый какой-то инструмент так это потому что у нас нормативная база такая а врач практикующий он ежедневно сталкивается в принятии решений в организации своей там лечебной работы в том числе и с знанием того что его каждое действие будет потом оценено с юридической точки зрения тоже и в этом плане конечно цифровая система пока что даже любая мне кажется она не имеет такого практического применения а с точки зрения вот всей системы блокчейн ну это интересно меня привлекает как врача как врача исследователя как просто молодого врача что в принципе может быть действительно не все участники системы здравоохранения будут заинтересованы в прозрачности изменения данных но это это же круто в принципе мы же должны вывести по идее медицину на тот уровень онкологию когда мы это делаем не для того чтобы найти виноватого в конце концов в том что произошло а для того чтобы получить адекватные данные и адекватно среагировать на то или другое изменение там и в здоровье в диагностике в лечении и так далее ну мне кажется это интересно круто вот так хотя практически на данный момент это сложно представить вот такое мое мнение хорошее мнение такое авторитет скажи пожалуйста все-таки что в новых технологиях самое важное допустим чьи интересы должны учитывать они пережившие в первую очередь мы должны учитывать интересы пациента в интересы пациента мы вкладываем что это скорость постановки диагноза адекватность правильность постановки диагноза скорость принятия лечения и дальнейшее наблюдение пациента реабилитации. Если эта система позволит нам как-то ускорить, оптимизировать медицинскую помощь, онкологическую помощь пациенту, это интересно, круто. А вот блокчейн, у нас есть какая-то польза для пациентов? Ну, я сейчас ее для пациента. Ну, если, опять же, смотреть модели пациентских организаций, да, возможно. Если посмотреть ее, опять же, через призму чистоты ввода данных и хранения этих данных, в итоге это повышает качество медицинской помощи, конечно, это полезно для пациента. Ну, так. Ну, в общем, я тут зачитал с вопросами, просто меня тут сбили с мысли. Это, надо сказать так, что блокчейн, скорее всего, действительно, вот такого прям какого-то пользы для пациентов не дает. У нас есть несколько вопросов. В основном вопрос, с какого порядка? Да, это можно ли внедрять это в амбулаторном звене, но это вот как раз Кирилл ответил, что это действительно на местах это где-то можно внедрять. Да, кстати, Константин, есть подтверждение того, что тот слайд сложно воспринимается и пишется. Потом вот то, что как раз Антон сказал, это большое количество медицинских данных, и вот Андрей Михайлович из Красноярска говорит, действительно, как можно избежать некомпетентности администраторов. В целом, наверное, блокчейн может помочь, но тут нам Илья Петрусенко сказал сегодня, что эта система, блокчейн, она не может позволить себе обмен большим количеством данных. Она медленная для этого, неподходящая и дорогая. Поэтому, видимо, есть какие-то другие инструменты. Да, Кирилл, кстати, говорит, есть же другие инструменты, помимо блокчейна, которые могут отследить изменения. И в целом-то, может быть, и… Да, безусловно, есть. Но я бы так разделил, что информационная система, она может быть либо блокчейн, либо не блокчейн. По сути, задачи те же самые, разница с блокчейном только та, что нет действительно одной главной точки во всей базе данных, которая владеет всеми изменениями и может, не спрашивая никого, изменять данные. Да, извини, пожалуйста, тут просто вопрос конкретно звучит. Как преодолеть ригидность некомпетентных администраторов, например? Приказы мы, видимо, Минздравов, то есть внедрением этой информационной системы общей, которая будет использоваться во всех лечебных учреждениях. Ну, собирательные изменения со всех учреждениях. Ну, ребят, это не наша компетенция, как говорится. Да, давайте мы конкретно в области технической какой-то… Я так понимаю, что в целом все информационные системы, и, включая медицинские, они обладают какими-то инструментами, которые позволяют в той или иной мере защитить от ригидности некомпетентных администраторов. Да, конечно, конечно. А сколько всего сейчас, кстати, медицинских информационных систем примерно? Ой, это я не готов ответить. Ну, сложно, да. Десятки, много десятков в нашей стране. А есть какой-то рейтинг их, чтобы там как-то зайти и полистать, что там лучше, что хуже? Ну, рейтинг – очень сложный вопрос, потому что зависит от того, кто эти рейтинги составляет. Есть наиболее распространённые какие-то системы. Сейчас очень сильно внедряются в регионах региональные информационные системы, которые часто очень заменяют те решения, которые были в клиниках уже. Поэтому сейчас количество информационных систем в медицине сокращается, реально сокращается за счёт того, что более крупные и спущенные сверху заменяют какие-то самописные или небольшие системы, внедрённые раньше. – Хорошо. Антон, для тебя вопрос. Смотри, тут просто, получается, внедрение такой прозрачной системы, оно в теории, там, прозрачная цифровая демократизация и так далее, может привести к увеличению штрафных санкций под машинами, как врачу и ЛПУ. И как тогда это может отразиться? – Мы же стремимся к какой-то идеальной модели, правильно? Может быть, даже какой-то новой модели оказания медицинской помощи. Но да, я это понимаю. Я даже как практикующий врач, в принципе, это понимаю ближе всего, что это действительно в какой-то момент, это будет, мне кажется, даже засвечивать какие-то недостаточно компетентные или недобросовестные центры. Но это же как раз будет информация, с которой можно будет потом работать, если это адекватно всё воспринимать. – Ну, то есть я правильно понимаю, что молодое поколение врачей, оно за здоровую конкуренцию. – Да, и это будет помогать выращивать ещё лучших специалистов. И в целом вот эта вся история… Частенько можно сказать, что врачебное сообщество якобы против цифровизации, просто потому что там какая-то прозрачность пострадает. Так вот, мы хотим вам сказать не из-за этого. Самое основное, что нужно знать, это если есть польза пациентам, тогда врачи поддержат. Если пользы никакой нет, как вот мы, допустим, сегодня выяснили, что фактически для пациентов никакой такой явной пользы от блокчейна нет. Поэтому, в общем-то, поэтому и не реализованы, как мне кажется, проекты в практическом здравоохранении на блокчейне. Нет пользы для пациентов, но, как говорится, и не о чем говорить. Если есть желание высказаться, высказывайтесь, потому что мы сейчас запускаем маленький видеоролик с анонсом следующего нашего выпуска. Да, есть что сказать? Какие-то вопросы? Нет, ну есть что сказать, так минорное, что никакой пользы нет. Естественно, существует определенное, наверное, в самом здравоохранении нет, если смотреть на это достаточно локально, как в виде помощи пациентам. А вот в общих чертах, то, что проект реализованный, на самом деле прозрачность, транспарентность этих данных или событий в области клинических исследований, очень важный момент. Если это блокчейн-система, которая усиливает это, улучшает ситуацию с прозрачностью и так далее, то это означает, что, наверное, исследований будет больше. Если будет исследований больше, значит, инвенционные препараты получат большее количество пациентов, то есть могут поведеть участие в клинических исследованиях. И это хорошо. То есть в целом, косвенное влияние на медицинскую помощь пациентам, все же такие системы могут иметь место. Правильно. Поэтому, наверное, рациональное применение блокчейн-система клинических исследований, чем мы дальше продолжаем занимаемся. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Антон? У нас на связи никто не остался? Все там выпали. Олег, запускай видео. Искусственный интеллект может на 20-30% повысить эффективность фактически всех отраслей. Это не теория, мы видим это на практике, потому что мы внедряем, например, в наших онкоцентрах технологии искусственного интеллекта, и они показывают, что в 5-6 раз более точный диагноз ставит искусственный интеллект, чем доктор. Вот. И это видео. Да, можно по-разному трактовать, но оно про искусственный интеллект. Там не хватает многих данных, чтобы поговорить про доказательность утверждений. Мы попробуем к следующему нашему выпуску пригласить экспертов из Фонда прямых инвестиций, обсудить их проекты. Будут интересные эксперты из Политехнического института. Попробуем позвать из Боткин АИ. И будем обсуждать искусственный интеллект со всех сторон, опять же, по тому же самому формату. Врачи и разработчики с целью определения значимости новых технологий для пациентов, врачей практического здравоохранения, медицинской науки, клинических исследований. Поэтому каждый третий четверг ориентировочно в 15 часов мы будем собираться в медицин-онкологию Петрова и приглашать к участию спикеров из разных учреждений. Просьба к нашим зрителям. Если у вас есть какие-то интересные видео с достаточно забавными с точки зрения доказательности утверждениями, пожалуйста, присылайте к нам. Мы из них сделаем какую-то компиляцию, и будет интересный видеофильм, который покажем к следующему выпуску. Спасибо. До свидания.